Все, что касается наших с вами кошельков и столов, сегодня в нашем обзоре. Согласно данным Минздрава, рацион наш с вами все здоровее и здоровее. Давайте сравним норму, утвержденную этим ведомством, и статистику потребления сейчас и 10 лет назад. Сперва о том, чего в рационе прибавилось. Смотрите, ягод и фруктов наш среднестатистический гражданин стал есть больше, и даже больше, чем минимальная норма Минздрава. Это плюс. Яиц при рекомендации в 210 штук в год на каждого сейчас 178, и это больше, чем 10 лет назад. Рыбы тоже в нашем рационе прибавилось. Рекомендуемый минимум 18,5 килограмма в год на человека, а потребление порядка 27 сейчас и около 24 килограмма в 2007 году. Потребление всех видов мяса не изменилось за 10 лет. Теперь список того, что в минусе. Он длиннее, но и в нем есть свои плюсы. На мой взгляд. Например, масел и жиров мы по статистике стали покупать и есть меньше. При норме в 11 килограммов в год сегодня 9. Это меньше, чем 10 лет назад. Сахар тоже снижаем. В 2007 году было 28 килограммов на человека, сейчас 25, а норма Минздрава 24. В однозначном минусе, смотрите, овощи при рекомендуемой норме в 114 килограммов на человека в год. Мы уходим от нее все дальше и дальше. 96,5 килограммов было 10 лет назад, а сейчас 85. Меньше стали потреблять молочные продукции, хотя надо бы наоборот больше. За 10 лет снизилось потребление хлеба, картофеля и этих продуктов в рационе среднестатистического нашего человека чуть ли не в два раза ниже нормы. Конечно, это средняя температура по больнице, но именно этими данными оперирует ведомство, оценивая экономическую ситуацию. Пересмотром продовольственной корзины Минздрав планирует заняться в 2021 году. А в Росстате сменили руководителя и методику расчетов. Мне кажется, мы на пути к интуитивной оценке состояния экономики, поэтому следим и участвуем.